Усень доброй ранницы, 29 листопада. Ночью шел дождь, сейчас стоит туман, пахнет весной. Уже скоро-скоро. Появилось немного времени, чтобы привести в порядок лекцию рододендронов и определить их на более-менее постоянное место. Сейчас постараюсь ответить на три главных вопроса моих подписчиков и покупателей. Где сажать рододендроны? Во что сажать и как это делать? Перед вами небольшая полянка. У меня на участке на ней растут три дуба, маньчжурский орех, бересклет. С одной стороны живая арка из граба, с другой живая беседка из граба. Ну и с третьей стороны пятиметровая стена из туисмарагд и колумб. Здесь у меня будет расти польская королевская коллекция рододендронов. Вообще коллекция состоит из девяти сортов, у меня пока пять. Но может быть со временем удастся докупить и остальные. Чтобы не оставлять пустых мест, добавил других сортов. Место еще осталось. При желании королей можно будет досадить. Еще одна полянка. От соседа закрыта живой изгородью из елок. Растет несколько сосен Веймута, орех маньчжурский. По центру пихта и туи западные колумбы. Место тоже закрыто со всех сторон. Нет, не со всех сторон, с трех сторон закрыто. Солнце здесь бывает ранним утром, немного днем и несколько часов вечером во время заката. Предварительно расставил контейнеры с растениями. Возможно они будут и в другом порядке посажены. Пока так. Нижние ярусы на пихте и на соснах срезал, чтобы добавить света. На высоту примерно трех метров. Стенку или живую изгородь из ели буду стричь где-то на высоте метра два с половиной. Сосны Веймутова и пихта не дают сплошной тени. Она такая легкая, ажурная, светопроницаемая. Пора подводить какие-то итоги. Итак, освещенность. Рододендроны могут расти и в тени, и в полутени, и на открытом солнце. Разные сорта в разных условиях и ведут себя по-разному, и будут вести себя по-разному. Но для большинства сортов оптимальными условиями будут рассеянная тень с такими солнечными зайчиками. Какая бывает, например, в разреженном высоком сосновом лесу. Второе важное и, наверное, определяющее условие – это защищенное от иссушающих ветров место. А вот здесь у меня гнездятся дрозды, которые лопают мою жимолость и голубику. Рододендроны лучше высаживать рядом с живыми изгородьями, группами крупных кустов, под высокими кронами деревьев, которые защищали бы их от ветра, особенно нынешними бесснежными, но холодными белорусскими зимами. Еще один момент – это корневая система. Она у рододендронов поверхностная, как и у всех вересковых, и располагается в верхнем слое почвы, до глубины 35-40 см. Поэтому не рекомендуется высаживать их вблизи растений с поверхностной корневой системой, чтобы не было конкуренции за питание. Если другого варианта нет и другого места нет, то лучше для родика насыпать высокую грядку и посадить на возвышение, чем копать вглубь и нарушать корневую систему, например, дерева или других посаженных кустарников. Следующий очень важный и определяющий момент, как будет растение себя чувствовать долгие годы – это почва, но о ней мы поговорим в следующем видео. Если будут вопросы, пишите в комментариях.